Здравствуйте, друзья. В эфире канал Нью-Рашворд и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива». С вами Юрий Гемельфарк. Александр Глушенко. Вот интересно, сами получается, сегодня пятница, 13-е, да еще и августа. И вот в такой день произошло нехорошее. Причем произошло в многострадальном городе Воронеже. А именно, в городе Воронеже вчера, поздно вечером, произошел взрыв в пассажирском автобусе. По первоначальному сообщению пострадало 16, а потом уточнили, что 18. Всего в автобусе находилось 35 человек. Это произошло, когда автобус находился на остановке и в момент взрыва он был зафиксирован видеорегистратором автомобиля, который был припаркован за этим автобусом. Рассматриваются три версии. Это взрыв газового баллона или техническая неисправность автомобиля. То, что какой-то пассажир имел при себе взрывчатое вещество. И третья версия – это террор. Зам. Руководитель городского управления транспорта города Воронежа Максим Захаров сказал, что автобус газового оборудования не имел. В принципе, я бы не рассматривал, не принимал бы сразу зачистую монету слова господина Захарова, потому что это способ древний, как мумия Ленина. По документам перевод на газ не проводить, а топливо воровать. Это старый пристарый прием. Но, дорогие друзья, я предлагаю, чтобы не бы мы разговаривали предметно, я вам сейчас покажу полутораминутное видео. Оно будет без звука, но я буду это комментировать. Вот посмотрите, это опубликовал телеграм-канал Мэш. Вот смотрите, это снято из видеорегистратора. Люди совершенно спокойно заходят в автобус. Вроде бы ничего там не происходит, ничего криминального там нет. И далее, а вот теперь внимательно смотрите. Внимание, происходит взрыв. Такой силой, что даже повредил лобовое стекло автомобиля. Вот второй взрыв. Из задней двери выбегают люди. Причем они выбегают, но дальше это уже, как говорится, не совсем интересно. Вот опять же выходят люди. Обратите внимание, очень внимательно. Вроде бы крови на них нет, ничего нет. Так, 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 так. Ну, ладно. Дальше это уже не интересно. Конкретные кадры вот вы можете видеть сейчас на этом слайд-шоу, что от этого автобуса осталось. Так вот, Сань, ты понимаешь, в чем дело? Мне совершенно непонятно ни одна из этих трех версий. Ну, хорошо. Если это был газовый баллон, машину перевел либо на газ. Извини меня. Там бы... Мы с тобой оба прекрасно знаем, что такое взрыв газового баллона. Я тебе... Там бы живых бы не осталось. Если кто-то пронес... Взрывчатое вещество? Это что за Шварценеггер там был? И потом самого бы человека разорвало бы в капусту. Если это теракт, почему не было поражающих элементов? Что это было? Вот смотри. На газ, это вот чисто я как автомобиль знаю, переводят, как правило. Вернее, вообще, крупные автобусы, крупные городские рейсовые автобусы, их на газ не переводят. Потому что там стоит дизельный двигатель. Дизельный двигатель на газ не переводится. Это вот такие, типа там, МАНы, вот эти вот такие большие автобусы. Согласен. Согласен полностью. Поэтому версия с газом, скорее всего, отпадает. Я тоже так считаю. Второе. Да. На газ у нас однозначно 100% газели гоняют на газ. Вот газельки маленькие, те гоняют на газ. Согласен. А тогда, если там не было газа, какая могла техническая неисправность привести к двум взрывам, если там не было газа? Тем более, если автобус дизельный, то вероятность взрыва топлива, скажем, при неисправной топливной системе, где-то подтекает бензин, например. Но испаряемость и концентрация паров бензина образуется гораздо более высокая, чем у дизельного двигателя. Поэтому от взрыва бензинового, ну, бензина, проще говоря, при высокой концентрации, могло бы такое сказать. А это дизельный двигатель? Да, да, да. Дизельная, вот эта солярка, она, как правило, плохо испаряется. Ну, не испаряется, фактически. Вот, и к тому же, если бы это был бензиновый двигатель, был бы хорошо ощутим запах, люди бы пожаловали, люди бы сказали. Вот, второй вариант. Кто-то вез какое-то взрывчатое вещество. Вот он может быть наиболее вероятен, потому что, если бы это был террористический акт, то были бы поражающие элементы. Абсолютно. Тут болты, гайки, гвозди. То есть, крови фактически нет. И я так понимаю, люди пострадать могли. Первое, это контузия в связи со взрывом. Ну, то есть, проще говоря, по ушам он врезал. Да, да, да. Вот, простым языком. Вот, и пострадать физически могли, скорее всего, от обломков, осколков, которые там образовались в результате взрыва. Да, мы это видели. Ну, есть еще одна версия. Еще одна версия. Это теракт, но спланированный дебилами. А вот тут поподробнее. А из зала не кричат. Нет, это версия. Версия, конечно. Нет, ну, допустим, какой-нибудь злоумышленник, какой-нибудь, ну, человек, решивший посвятить себя террористической деятельностью, будем мягко выражаться, да. Ну, изобрел что-нибудь. Какой-нибудь там смешал бертолетовую соль с какой-нибудь кислотой. Саня, 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 вот с этого момента без подробностей, а то нас могут обвинить в том, что мы рассказывали на рецепте. Ну, давай без подробностей. Ну, что-нибудь изобрел? О том, что нужны поражающие элементы? Он не подумал. Нет, ты знаешь, не подумал. Раз. Второе. Просто тактика запугивания. Не тактика убийства людей. То есть ему страшно было брать грех на душу. А вот такого плана запугивания. Поэтому никого на куски не разорвало. Но чувствуется, что сила взрыва была достаточно серьезная, потому что там крышу развернуло, там и машины. Соседняя машина повредила. Естественно, что все, кто находился, точнее, вот эти 18 пострадавших, естественно, они в основном от контузии. Да плюс, там, обрати внимание, вот ты сказал фразу, их потекло осколками. Осколки стекла – это очень серьезное ранение, дорогие друзья. Как мы видим, там крови-то, крови не было. Ну, хотя, может быть, она еще не успела начать вытекать от мелких осколков. От мелких осколков кровь течет не так, как от оторванной руки или оторванной ноги. Хотя вот девочки, девочки одной, молодой. Значит, смотри, одна женщина скончалась. Нет, ну а почему, собственно, одна женщина скончалась, и девочки… Оторвало ступню. Да. Оторвало ступню. Нормальное, серьезное, взрывчатое вещь. Ну, видимо, они были… А могло быть так, что это самые главные пострадавшие, те, кто стояли близко к эпицентру. Вот такая версия. Так, там может быть другой вариант, что… Ну, вернее, не хочется никого обвинять, что, может быть, эта женщина и была организатором этого мероприятия. Ну, не знаю, но ты понимаешь… Ну, как правило, как правило, собственно, и гибнут эти самые организаторы, те, кто… Ну, давайте, опять не хочу быть нетолерантным, но это называют смертники. Вполне такое может быть. Ну, мы… Я хочу подчеркнуть, дорогие друзья, мы сейчас никого не обвиняем. Никого. О, это рассматривается версией, а тогда в заключении, Саш, такая версия. Не кажется ли тебе, что с приближением выборов, не выборов, давай так назовем, это версия «Рязанский сахар 2.0»? ВСБ ищет работу по объявлению. Ну, не знаю, я, честно говоря, в «Рязанский сахар»-то не верю, там, поскольку можно меня упрекать, это придуманная версия, я не верю в это дело. Ну, хорошо, допустим. Ни в московские взрывы, ни в Волгодонские, ни в дагестанские, это, скажем так, кому-то эта версия нужна, кому-то она выгодна, кому-то это интересно в целях политической борьбы, но в данном случае я могу допустить, что это террористический акт. Кстати, берем московские взрывы в метро, в московские взрывы в метро, там тоже поражающих элементов не было. Там весь расчет был на то, что будут разрушения в самом поезде, он сойдет с рельс и будет большое количество жертв именно от этого. Нет, но ты понимаешь, извини, но для взрывов в замкнутом пространстве поражающие элементы, по большому счету, не нужны. Там бетонный, там ударная волна шарахнет, так что мало не покажется. Ну, фактически здесь то же самое. Потом там-то разрушение должно было, вернее, нанесение повреждений людям должно было произойти за счет того, что поезд идет на большой скорости. А, тоже, да, да. Тоннели, метро. И когда все это происходит, а здесь автобус, по счастью, может быть, по счастью, оказался на остановке стоял. Так же? Да. Ну, и, соответственно, на открытом пространстве. Да, 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 да. Сейчас мы делаем ряд выводов. Я, по крайней мере, вот для меня сформировалась картина, что от взрыва топлива такого произойти не могло. Согласен. Такой сильный взрыв. Взрыва газа быть не могло, потому что такого типа автобуса газом не оборудуются. Перевозить или перевозил кто-то там что-то тоже вряд ли. Почему? Потому что взрывов было два. Да. Я не понимаю. Самый оптимальный вариант – это террористическая акция. Совершенная дебилами. Либо смертником, неподготовленным, в расчете на то, что без поражающих элементов, в закрытом объеме, стекло, железки, поручни, кресло, все это оторвется и все это будет поражать людей. Тем не менее, человек погиб. Надо разбираться, кто это. Это раз. А вдруг это вот как раз и есть черная вдова? Мы не знаем и, подчеркиваю, друзья, мы никого не обвиняем. Мы сейчас высказываем только версии. Но точка зрения полковника Глушенко, который, я напоминаю, 10 лет провел на фронте, из тех 27, которые прослужили в вооруженных силах, она заслуживает внимания. Но я, как всегда, напоминаю, друзья, выводы делать только в. Напишите в комментариях, что вы думаете. Подписывайтесь на канал Ньюрошворд. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok